Бисм الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحابه أجمعين أما بعد الأسماء المعربة والمعبنية Продолжим наш разговор про имена с неизменяемым окончанием про несклоняемые имена Но прежде чем перейти к данной теме приведем для сравнения и большей ясности определения ألي عربة والبناء Изменяемость и неизменяемость окончания слов Так, ألي عربة – это у нас تغير الواحل الكلم Это изменение окончания слов لتغير العوامل Или же لتغير العوامل Зависимость от изменения или чередования عمل То есть факторов Или управляющих слов Которые воздействуют на окончание этих имен или глаголов Возьмем для примера слово أل كتاب Книга И приведем его в трех его возможных падежных состояниях в арабском языке Это أرف – именительный падеж И أل جر или أل حفض – родительный падеж Например, هذا كتاب Это книга قرأت الكتاب Я прочитал книгу ثمان الكتاب Ми أتوريال И, например, цена книги 100 ريال Так, в первом предложении имя كتاب является أخبر المبتدى Сказуемым подлежащего именного предложения أخبر – сказуемое именного предложения в арабской грамматике Должно быть поставлен в состоянии رف – в именительный падеж Поэтому, говорим, марфуан стоит в именительном падеже Поставлен именительный падеже На что указывает признак падежа رف – именительный падеже На конце этого имени То есть, доммабу куйба Поэтому в грамматическом разборе мы здесь говорим Что имя كتاب Предложение Это أخبر المبتدى Сказуемое подлежащего То есть, это то, что вместе с подлежащим завершает смысл предложения Делает его полноценным предложением С законченным смыслом جملة المفيدة А если كتاب – это أخبر Значит, إيقون المبتدى Будет в состоянии رف Будет поставлен в состояние رف В именительный падеж У علامة رف Признак состояния رف В этом имени أخبر المبتدى أخبر المبتدى Явный дом на его конце То есть, огласовка Дома на его конце Над буквой ب Значит, здесь в этом предложении هادا كتاب Окончание слова ب Будет огласовано только домой Как того и требует Его أمن Его факторы Слово هادا Являющееся подлежащим Так как أمن Фактором, который ставит خبر сказуемых в состоянии رف Является его مبتدى Подлежащим Значит, здесь не может быть هادا كتاب С فتحا на конце Или же هادا كتاب С كسرой на конце Так же, как мы не можем В русском языке Вместо этой книги Сказать Эту книгу Или же Эта книги То есть, в единственном числе Пример состояния Нас в винительном падеже С этим именем Я прочитал книгу Я прочитал книгу Где имя китаба Является Мафулум бихи Прямоим дополнением То есть, словом Обозначающим здесь предмет На который падает Или, скажем Распространяется Описываемое здесь Действие То есть, чтение Значит, китабы Это Мафулум бихи Прямое дополнение Подобное в арабском языке В арабской грамматике Должно быть в состоянии Нас в винительном падеже Поэтому мы говорим Здесь Мафулум Мансубум Мансубум бил фиали Поставлено глаголом Кара В состоянии Нас в винительном падеже То есть, глагол Кара Читал Является тем Амином Фактором Который поставил имя китабы В состоянии Нас в винительном падеже У аламы Признак Состояния Нас в этом имени Здесь является Альфатхата Захирату Аля Ахили Явная фатха На его конце Значит, у нас здесь Кара Китабы Они китабы Или китабы Так же, как в русском языке Мы скажем Я прочитал книгу А не Прочитал книга Или прочитал книги В единственном числе Так как глагол Прочитал Требует постановку Этого имени То есть, слово Книга В винительном падеже Прочитал Кого Что Прочитал книгу То же самое И здесь в арабском языке Глагол Кара Читал Фиалин мутаадин Переходный глагол Который тоже требует Прямого дополнения Мафулум бихим Маза Кара Что прочитал Прочитал Кого Что Кара Китаб Назвать Аль-Хафулду Родительного падежа Для этого имени Это Цена книги Где слово Цена Является Мудуафом Мудуафом Первым членом Изофетного сочетания Изофетной связки А значит Аль-Китаб Это его Мудуаф Илья Второй член Изофетной связки Изофетного сочетания Аль-Мудуаф Илья Второй член Изофетной связки Согласно Арабской грамматике Должно быть Поставлено Состояние Джер В родительной падеж Яджуба Должно быть Состояние Джер В родительном падеже Цена Кого Чего Цена Книги Значит Здесь не может быть Например Цена Книга Или же Цена Цена Книга Сфатха На конце То есть Цена Книгу Так же Как и в русском языке Мы скажем Только Цена Книги А не Цена Книга Или же Цена Книгу Значит Словосочетание Цена Книги Цена Книги Слово Цена Является Амином Фактором Амином Который явился Причиной Того Что Слово Китаб Здесь Должно Быть Огласовано Именно Каср А не Фатхой Или же Ломой Значит Этих Трех Примеров Факторами Амином Или Управляющими Словами У нас Является Слово Хадо В первом Примере Кара Во втором Примере И Имя Цена В третьем Примере А Изменение Окончания Если Точнее Изменение Огласовок В данных Примерах В данных Окончаниях Этих Имен Это И Есть И Араб То Есть Изменение Окончания По Дежам Уллаху Алим Продолжим На следующем Уроке Пример Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...